Доброе утро, уважаемые трейдеры. Приветствую вас на торговой сессии в понедельник, 18 ноября. Меня зовут, наконец-то, Александр. И текущую неделю мы с вами проведем вместе. В отсутствии нашего главного аналитика Артема Деева рассмотрим и будем рассматривать ключевые события, которые нас ожидают. Первично, конечно, давайте посмотрим расписание торгов. Это то, с чего нужно начинать каждую торговую неделю. В четверг, 21 ноября, у нас будет проведена экспирация по ряду инструментов commodities и, соответственно, по американским облигациям. Что касается экономического календаря, давайте здесь также посмотрим. Наиболее важное событие у нас состоится завтра. Во вторник выйдет отчет по инфляции в еврозоне. Ожидается, что инфляция будет расти. И 20 ноября в среду у нас будет индекс потребительских цен, это тоже отчетная инфляция, уже в Британии. Ну и, соответственно, наверное, на этом какие-то наиболее важные события уже заканчиваются. Индекс доловой активности в производственном секторе в пятницу, 22 ноября. В принципе, можно сказать, что текущая неделя, она не насыщена важными событиями. Но, так или иначе, волатильность мы от нее будем ждать высокая. Высокая, как и в предыдущие периоды. Давайте посмотрим график. Это у нас график индекс доллара, график недельного формата. Прошлая неделя у нас оказалась очень бычей. Цена с уровня 104.88 выросла до отметки 107. Протестировала, но еще не пробила. Что ж, сейчас мы находимся на пороге главного и важного уровня. Соответственно, ждем, что в рамках текущей недели уровень 107 будет пробит. И цена, соответственно, получает коридор для дальнейшего роста. В рамках текущей недели мы ожидаем пробоя уровня 107 и закрепления выше. Давайте посмотрим, что у нас происходит с золотом. График SAU-USD 4-часовой. Сантимент на текущий момент времени у нас нейтральный. И находится в районе 50%. Общий тренд на 4-часовом графике по золоту мы сейчас видим нисходящий. Соответственно, ждем, что цена после того, как это бьется от уровня поддержки, продолжит падение в рамках нисходящего тренда. Текущее значение 2585 долларов за унцию. Что ж, будем дальше рассматривать позиции на продажу с целями. Первая цель 2500 долларов за унцию. Ждем, что в рамках текущей недели цена будет приближаться к этому уровню. Давайте посмотрим из-за британской валюты. Британская валюта также по сантименту, если мы с вами обратим внимание, находится в очень привлекательном состоянии для того, чтобы рассматривать все дальнейшие позиции на продажу. На текущий момент времени 76, даже 77% участников рынка до сих пор, несмотря на такое падение, находятся в позициях на покупку. Если мы переключимся на более внутренние таймфреймы, к примеру, график H1, мы видим очень четкую структуру нисходящего тренда. На мой взгляд, нисходящий тренд здесь так и будет продолжаться, поэтому по британской валюте мы рассматриваем цели. Это текущее значение 1.2624. Первая цель это уровень 1.25. Текущий сантимент нам позволяет рассматривать такие цели. Ну а что касается трейдеров, активно работающих внутри дня, здесь, смотрите, возможности здесь хватает, потому что цена, даже если мы здесь построим простой нисходящий канал, очень часто к нему приближается, что дает нам возможность торговать от уровня поддержки. Среднее движение здесь, ну как минимум 90 пунктов. Это очень хороший инструмент для работы внутри дня. Что касается валютной пары евро-доллар, здесь у нас также продолжается нисходящий тренд. И, соответственно, если смотреть на недельном графике, очень похож с индексом доллара, только здесь в обратную сторону, мы видим тенденцию, что евро-доллар, как и индекс доллара, находится на пороге очень важного уровня. Если у индекса доллара у нас значение 107, то у евро-доллара это значение 105. При пробое уровня 105 на недельном таймфрейме мы видим, что по евро-доллару открывается достаточно широкий коридор для дальнейшего снижения. Поэтому следим, как цена будет вести себя около этого значения. При пробое уровня 105 ниже, соответственно, мы смело продолжаем рассматривать дальнейшие позиции на продажу. Что касается других инструментов, валютная пара доллар-швейцарский франк продолжает нас радовать активной фазой роста. Текущее значение 0.8875, ждем закрепления выше уровня 0.89 с дальнейшим ростом. Опять-таки, это график четырехчасовой для трейдеров, работающих внутри дня. Наверное, очевидно, здесь видно, что восходящий тренд, цена находится на уровне поддержки, соответственно, дает возможность войти в новую лонговую позицию. Биткоин. Биткоин на текущий момент времени торгуется на отметке 91 675 долларов. Мы ждем, что текущее ралли по биткоину, оно находится только, скажем так, в самом начале. Здесь еще есть потенциал для дальнейшего роста. Сейчас можно находить новые позиции на лонг с целями уже 100 тысяч за один биткоин. Позиции можно рассматривать как в среднесрочной перспективе, так и для трейдеров, работающих внутри дня. Здесь возможности в рамках текущей недели до конца года они будут появляться. Австралийский доллар у нас, как и другие рисковые активы, находятся около сильного уровня. При пробое уровня 0.64 ждем дальнейшего снижения с целями 0.60 ниже. Ну и давайте рассмотрим еще два инструмента. Это индекс S&P 500 и нефть. S&P 500 на текущий момент времени у нас торгуется на отметке 5910 долларов. С начала четверга прошлой недели у нас на рынке началась коррекция. Сегодня эта коррекционная динамика продолжается. Формируется такой локальный коррекционный нисходящий тренд. Ждем, что он будет заканчиваться в районе 5850 долларов. Ну и после этого возобновление восходящей динамики. 5810 как тоже возможный хороший уровень поддержки. Если мы здесь будем находить новую точку для входа в лонги, то у нас появится хорошая возможность купить с целями выше 6000. Поэтому ждем окончания коррекционной динамики по S&P 500 и, соответственно, рассматриваем новые позиции для лонгов. Сентимент пока нейтральный, поэтому по сентименту у нас также пока здесь рекомендации наблюдать с целями войти в лонг по более выгодной цене. Нефть марки Brent, если мы посмотрим, то с прошлой недели, даже с октября месяца, находится в боковом коридоре. Цена находится на очень сильном уровне 70-75. Ждем, что цена будет в течение текущей недели несколько раз тестировать отметку 70 с конечным пробитием этого значения и уходом ниже 70. Сентимент здесь у нас пока также нейтральный, поэтому по нефти марки Brent преимущественно здесь очень высокий риск провалиться ниже 70 с целями, ну, как минимум 68. Наиболее актуальные события текущей недели и наиболее интересные инструменты мы с вами рассмотрели. Уважаемые трейдеры, всем желаю успешной торговли, торгуйте, зарабатывайте вместе со Market, всем всего самого наилучшего.